Продолжение следует... 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 Время в пути общее от города Сургута до Лямина, до деревни Лямина, занимает 2 часа. Видели, да, все, как пролегает маршрут? Слышно меня, да? Площадь территории базы 11 гектаров земли. На территории базы имеют гостевые домики, как эконом-класса, так и улучшенной комфортности. Кроме мест для проживания, гостям предоставляется спортивный зал, бильярд, русская баня и финская сауна. Для любителей активного отдыха в зимнее время можно осуществить прогулки по лесу. Есть возможность прокатиться на тюбингах, лыжах и буранах. Прекрасная лыжная трасса и большая территория базы позволяет все это сделать. Особой популярностью базы Ляминские берега пользуется рыбалка, летняя и зимняя. Так, я чуть-чуть пропустила. Так, значит, мы сначала про мангальные зоны поговорим. Значит, вся территория базы оборудована мангальными зонами и гостевыми визитками для отдыха. Видите, дорожки проложены. Такая красота сейчас у нас там. Это вот снятые фотографии недавно совсем. Особой популярностью пользуется у нас рыбалка, как летняя, так и зимняя. Для этого имеется весь необходимый инвентарь, туристический инвентарь. Весь инвентарь есть, как и для прогулок на лыжах, отдых на тюбингах, катания на тюбингах. Есть рыболовные снасти, велосипеды летом покататься. Оценить все прелести отдыха на нашей базе вы сможете приехать к нам в гости. Мы будем рады вас видеть на базе отдыха Ляминские берега, где вы сможете отдохнуть и насловиться красотой природы нашего края. Если есть какие-то вопросы, я жду. Они вот слышали. Скажите, пожалуйста, какую самую большую килограммом рыбу вылавливали ваши гости? Наши гости вылавливали рыбу в 5 килограмм. Это вылавливал наш директор, кстати. Я так понимаю, что любой рыболов, находясь у вас на территории, сможет... Без рыбы он точно не уйдет. Это прекрасная новость. У нас в гостиных домиках оборудована кухня. Прекрасная кухня полностью. Оборудование так оборудовано. Так что можете поймать рыбу и приготовить что-то там, если это холодно, а если теплое время года, прямо на берегу реки. Отлично. Насколько я знаю, у вас очень часто проходят разные активности. Зимой вы даже катаетесь на собачьих упряжках. Так ли это? Да, катались мы на собачьих упряжках. Так у нас пролегал маршрут, организовывалось НКО. Вот не помню название. Двухдневный маршрут у них был на собачьих упряжках. Все остались в доме. Федерация ездового спорта ЮГРИ. Да, да, да. Замечательный маршрут у вас организовывался. Скажите, пожалуйста, еще раз для слушателей, пока в чате можно сейчас задавать вопросы, если у вас появились какие-то практически. Какой инвентарь можно взять в аренду на базе и чем, возможно, если вы приехали с семейный отдых, вы приехали с детьми, чем можно заняться? У нас есть для детей, допустим, надувная полоса препятствий. Это батут такой большой, 10-метровый. Детям будет очень комфортно на нем попрыгать, и родителей они не будут сильно отвлекать. А взрослые и дети также могут покататься на велосипедах. Это лето, велосипеды. Есть прогулки, можно осуществить по территории базы с палками для скандинавской ходьбы. Слышно меня? Да, слышно, слышно. Слышно, да? Вот. Зимой лыжи, тюбинги. И мы еще планируем квадроциклы приобрести. Так что мы работаем в этом направлении. Скажите, пожалуйста, ожидаете ли какая-то специальная программа в новогодние праздники? И есть ли датус, когда заезды? Ну, знаете, у нас пока идет такое, мы налаживаем все эти маршруты. В этом году, наверное, мы что-то предложим уже своим гостям. То есть в конце октября можно задождать от вас предложение? Да, 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 да. Да, конечно. Отлично. Пока не возникает в чате вопросов, я хочу, приятный человек, попросить, чтобы вы оставались на связи, вдруг у коллег что-то возникнет. После презентации базы Еловая, возможно, возникнут вопросы, мы тогда для коллег на него ответим. А я приглашаю, спасибо вам еще раз за выступление, надеюсь, количество туристов и партнерских взаимоотношений после сегодняшнего мероприятия. Я приглашаю к выступлению нашего второго спикера, Александр, пожалуйста, подключайтесь. Техническая служба, я попрошу, если возможно, включить презентацию Александра. Это база Еловая, помогите нам, пожалуйста. И мы познакомимся с еще одним местом для отдыха, с возможностью для отдыха в Сургутском районе. Спасибо большое. Александр, включайте, пожалуйста, камеру и микрофон и начинайте свою презентацию. Несколько слов, пока Александр подключается. Сургут – это один из крупных городов, наверное, самый крупный город на территории Хантамансийского автономного округа, у него замечательное авиасообщение, но об этом чуть позже. Александр, прошу вас о вашей базе. Извините, пожалуйста. Добрым людям, доброго здоровья. Уважаемые господа и дамы, рады приветствовать вас. Спасибо за предоставленную возможность рассказать об охотничьем хозяйстве Еловой. Охотничье хозяйство Еловой находится в Сургутском районе, недалеко от поселка Федоровский. Территория наших угодий насчитывает 5000 гектаров. Нам в этом году исполнилось 15 лет. Хозяйство наше состоит, так скажем, из трех точек. Это охотничья база Еловая, вольерное хозяйство и стойбище Лукьял. Добраться до нашей базы, до охотничьего хозяйства несложно. На карте вы посмотрите. От Сургута 60 километров, то есть час езды. Точно, ну, немножко дальше из окружного центра. Это 360 километров и займет это время, наверное, больше четырех часов. Если к нам приезжают граждане из-за рубежа или из других регионов, мы имеем возможность встретить их в аэропорту, то есть у нас есть трансфер. Самым главным объектом у нас есть охотничья база. Когда приезжают охотники, мы их располагаем в гостевых домиках. Они заселяются. В доме охотника, который большой дом, там имеется кухня, столовая, бильярдная, камин. На втором этаже также есть спальные места. Кроме этого, имеется вертолетная посадка, которая может принять не осень. Ну и Робинсон, понятно, то есть небольшие. Имеется баня. Вместимость бани 10-12 человек одновременно. Также есть отапливаемая беседка. Ну это в зимнее время, где стоит газовая плита, умывальник, холодильник. То есть все оборудовано. Наши домики гостевые. Они состоят из двух комнат. В каждой комнате три спальных места. То есть двухспалка и односпалка. Но естественно с удобствами, где имеются душевые кабины, умывальник и все остальное. Также здесь можно пообщаться с пенистыми оленями. Покормить их, даже поиграть, потрогать гости. Аккуратить моролка, хлебные сухарики и так далее. Содержание и выращивание животных мы занимаемся на территории вольерного хозяйства. Мы выращиваем, разводим диких кабанов, северных оленей, фазанов, перепелов. Стойбище Лукьяун. Стойбище Лукьяун имеет чум на своей территории. И домики. Домики для гостей. Домики, где домик охотника так называемый. И домик рыбака. Где могут люди остановиться и там и там. В чуме в нашем Светлана Юрьевна показывает различные мастер-классы. По работе с берестой. По работе, как она изготавливает куклы. И рассказывает различные легенды. Про народы, северные народы, народы хантов. Еще, когда наши гости приезжают, мы их можем покатать. У нас не охота. Мы проводим рыбалку и зимнюю, и летнюю. И мы проходим охоту. Охоту на дикого кабана, на северного оленя, на бурого медведя и на фазана. Обычно люди без трофея не уезжают. Различные виды охот бывают. Бывает тропление, а бывает на номерах. То есть мы охотников вывозим на снегоходах. Выставляем на номера. И ягеря с загонщиками на них загоняют дичь. Естественно, после охоты приезжаем на базу, разделываем дичь. А охотники идут в баню и обсуждают, как прошла охота. Вечером все собираются в доме охотника за столом. И кушают, так скажем, приятные вкусности из своей добытой дичи. Вы нам пишите, вы нам звоните, вы к нам, пожалуйста, приезжайте. Будем очень рады встретить вас на территории охотничьего хозяйства юного. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Александр, спасибо большое за презентацию. У меня вопрос. За сколько времени до момента того, как я собираюсь приехать вам на базу, нужно забронировать? За какой период? Звонить и заказывать домики, охоту и все ваши руки? Не менее, чем за две недели. Очень хорошо. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, формулируйте свои вопросы. Александр, вытащите, пожалуйста. Насколько я понимаю, для ваших гостей действует специальный пропускной режим, потому что есть некоторая особенность доставки от, допустим, Сургута или какого-то другого крупного города до вашей базы. Нужно пройти определенную процедуру. Да, но это не так-то просто. В связи с поставками, с этими нефтяными, с Сургут-нефтегазовским фактором, мы у них приобретаем пропуска для проезда наших гостей. То есть мы выдаем пропуск, и по этому пропуску гости к нам спокойно заезжают. Значит, коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, что сложностей огромных нет, но необходимо пройти определенную процедуру для того, чтобы оказаться на замечательной охоте, рывалке или покататься на снегоходах или просто пройти с по лесу. А какие традиционные блюда готовят вас на базе, вот как раз на стольпище? На базе или, то есть после охоты или на стольпище? На стольпище. Но после охоты вы рассказали, что готовится и с... На стольпище мы тоже, также можем приготовить по заявке гостей. Что-то будет из дичи. Например, кто не знает, что такое вкус медвежатины, мы можем покормить медвежатины, мы можем покормить шулемом из зайчатины, вот, из дикой утки, из пазана. А расскажите чуть подробнее, что такое шулем, потому что многие не знают, что это такое. Шулем, это, так скажем, охотничье название, да, это суп, это похлебка, то есть свареная в котелке, можно даже на костре. То есть это специальное блюдо для восстановления сил? Извините, не услышал. Специальное блюдо для восстановления сил после интенсивной работы и прогулки? Совершенно верно. А традиционные ягоды, возможно, можно на ваших угодьях пособирать что-то? Знаю, что прекрасная брусника и клюква в ваших краях, так ли это? Совершенно верно. Люди приезжают даже вот сейчас, вот это вот время, когда идет сбор дикоросов. Черника уже прошла, сейчас время сбора клюквы началось. Брусничка тоже уже потихонечку отходит. А возможно, что-то приготовить уже на месте из собранного вы предоставляете? Можно, да. Собрали ягоду, тут же сварили прекрасный морс с нее, тут же пожарили грибочки с картошечкой. Уже, Александр, очень захотелось к вам на все эти гастрономические изыски. Скажите, пожалуйста, какие-то, может быть, театрализованные программы или просто интерактивные встречи организуете ли вы на базе? Возможно ли организация корпоративного посещения для какой-то компании? Да, это возможно. Значит, охотничья база, вот, она не предусматривает сдачу гостевых домиков. Она полностью принимает весь коллектив. Кроме этого коллектива не будет никого там. Приезжает к нам 5 человек, они снимают всю базу. Приезжает 15 человек, они снимают всю базу. То есть нету раздельных коллективов, нету. Все, один коллектив. Дорогие друзья, если вы хотите оказаться в окружении прекрасной югорской природы и попробовать местные блюда, собрать собственноручно ягоды и грибы, которым богатая эта территория, пожалуйста, приглашаем вас на базу Еловая. И только, и предыдущая презентация у нас была как раз посвящена базе Ляминские берега. Я вернусь к тому вопросу о транспортной доступности. На самом деле на территории ОПК очень хорошее транспортное сообщение, очень качественные как автомобильные дороги, так и внутренние сообщения по авиационным путям. Это и вертолетная. Вы видите даже на базах отдельные вертолетные площадки. Поэтому для ваших туристов или же для ваших корпоративных клиентов может быть организован весь спектр услуг. Единственное, пожалуйста, обратите внимание на то, что нужно заранее позаботиться о своем пребывании, точнее забронировать все чуть заранее. И если мы говорим о базе Еловая, охотничьем хозяйстве Еловая, то здесь еще необходимо соблюсти определенную процедуру по оформлению пропусков. Вы знаете, что мы один из ключевых нестабывающих регионов. У нас очень много так называемых пустов, то есть промышленных площадок. И здесь процедура не сложная, но необходимо ее соблюсти. Коллеги, я буду очень благодарна вам за вопросы в чате. И, может быть, Александр, есть еще что-то добавить на ближайшее время? Какие у вас планы по заездам? Насколько сейчас по сих график? Ну, сейчас нас немножко сдерживает карантин, вот этот, который есть. Вот очень жаль. А так все по плану. Принимаем гостей. В любое время, в будние дни, в выходные дни приезжают и собирать грибы, и ягоды, и по охотиться, и порыбачить. То есть у нас планы только-только-только принимать гостей. Отличные планы, спасибо вам за них. Сейчас, еще раз, коллеги, повторю, 48 человек вместимы из тех домиков, но знаю, что вы еще планируете расширяться. Мы уже расширяемся в стадии строительства новый дом, где добавится еще 7 комнат, то есть 14 мест спальных судов спамятных. То есть 62 человека вы единопременно можете в скором времени уже принимать. Коллеги, возьмите, пожалуйста, это на вооружение, потому что для корпоративных мероприятий, на самом деле, очень хороший вариант, как охотничество Еловое, так и базы Лябинга. Дорогие друзья, я все-таки вас призываю задать уточняющие вопросы нашим гостеприимным хозяевам двух этих мест. Если же вдруг вы сейчас не можете сформулировать, что у вас остались вопросы, все контакты размещены на сайте, на нашем стенде, виртуальном стенде хантоматистского автономного округа вы можете написать как экспертам, Александр и Улья там представлены, поэтому, пожалуйста, можно обращаться по тем контактам, которые были последним слайном презентации, или же, если все-таки вы смотрели вопросы сейчас, задайте их сейчас. Все презентации будут опубликованы, вы сможете более детально с ними ознакомиться, и, пожалуйста, мы будем очень рады видеть вас в любое время года. Заключительный у меня вопрос к обоим спикерам. Скажите, пожалуйста, нет ли каких-то сезонных ограничений для посещения ваших баз? Александр, попрошу вас сначала отмечать, а потом другие отмечать. Практически ограничений нет. Есть только весна, распутится дорожная, но на проходимых автомобилях все доступно. Отлично, спасибо. Бурлия, как у вас? Отлично, так что мы вас ждем в гости круглый год. Отлично. Друзья, всех еще раз благодарю за сегодняшний эфир. Мы знакомились с возможностями активного отдыха, охоты, рыбалки на территории Скургутского района. Это охотничье хозяйство «Еловая» и база «Ляминский берега». Практически круглый год ждут вас коллеги у себя в гости и готовы организовать активный, полезный и здоровый досуг. Всем большое спасибо за внимание, до новых встреч, надеюсь, не приятно. Спасибо. Коллеги, можно отключать уже микрофоны, камеры. Если будут какие-то вопросы, я обязательно переадресую вам. Спасибо за выступление. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok